Здравствуйте, уважаемые ребята! На нашем сегодняшнем уроке мы начнём тему повторения по алгебре. Основные отличия заданий основного государственного экзамена по математике в 2020 году следующие. Включен новый блок практикоориентированных заданий, а также отсутствует разделение на разделы алгебра и геометрия. Но, тем не менее, вам нужно попытаться выполнить все задания. На экзамене будут проверяться не только знания по математике, но и метапредметные навыки, такие как смысловое чтение, коммуникационная грамотность, умение пользоваться справочной информацией и многое другое. Итак, рассмотрим решение практических задач. Прочитай задачу и выдели главный вопрос к задаче. На плане изображена схема квартиры. Сторона каждой клетки равна 1 метру. Вход и выход осуществляются через единственную дверь. При входе в квартиру расположена прихожая, отмеченная цифрой 6. Из прихожей можно попасть в гостиную, расположенную справа от неё. В квартире есть балкон, занимающий наименьшую площадь. Перед входом в прихожую располагается спальня, а справа от неё детская комната, в которую можно попасть только из спальни. Рядом со спальней расположен совмещенный санузел площадью 12 метров квадратных. Кроме того, в квартире есть кухня. Пол в гостиной планируется покрыть паркетной доской длиной 1 метр и шириной 0,25 метра. Паркетная доска продаётся в упаковках по 16 штук. Сколько упаковок с паркетной доской требуется купить, чтобы покрыть пол в гостиной? Достаточно объёмный текст, но вам нужно уметь выделять главный вопрос к задаче. Для выполнения задания номер 2 вам нужно сосредоточиться на некоторых предложениях. Они выделены особым шрифтом. При входе в квартиру расположена прихожая, отмеченная цифрой 6. Из прихожей можно попасть в гостиную, расположенную справа от неё. Итак, гостиная под номером 7. Найдём площадь гостиной. Помним, чтобы найти площадь прямоугольника, нужно знать длину и ширину. Итак, площадь гостиной 6 умножить на 5 – 30 метров квадратных. Пол в гостиной планируется покрыть паркетной доской длиной 1 метр и шириной 0,25 метра. Для того, чтобы узнать, сколько паркетной доски нужно на выстилание пола в гостиной, нужно найти площадь одной доски. Для этого достаточно 0,25 умножить на 1. Итак, площадь одной доски 0,25 метра квадратных. Значит, чтобы покрыть паркетной доской 1 метр квадратный пола, требуется 4 доски. Итак, всего потребуется 30 умножить на 4 – 120 досок. Этот же результат вы могли получить, если площадь всей гостиной разделить на площадь одной доски. Итак, потребуется 120 досок. Паркетная доска продаётся в упаковках по 16 штук. Сколько упаковок с паркетной доской требуется купить, чтобы покрыть пол в гостиной? Потребуется 120 досок в упаковках по 16 штук. Для того, чтобы найти количество упаковок, нужно 120 разделить на 16. Результат 7,5 упаковок с паркетной доской. Но мы знаем, что упаковки продаются целыми. Следовательно, ответ – 8 упаковок. Итак, вы смогли увидеть, что в первых заданиях вам нужно уметь составлять выражения. Такие выражения принято называть алгебраическими. Помимо тех выражений, которые вы будете составлять самостоятельно, вам нужно также проявить навыки по нахождению значений выражений, заготовленных заранее в контрольных измерительных материалах. Например, найдите значение выражения. Значение выражения может быть найдено по действиям. Здесь подразумевается выполнение действий с десятичными и обыкновенными дробями. Для нахождения значения выражения целесообразно перевести десятичные дроби и смешанные числа в неправильные дроби и выполнить в первом действии – вычитание дробей, во втором действии – умножение дробей. Результатом будет число 112. Также при нахождении значения выражения возможно применение формул сокращенного умножения или преобразования алгебраических выражений. В данном задании рекомендуется выполнить упрощение выражения находящегося в числителе, применив формулу разности квадратов. Раскладываем числитель на множители, после чего можно сократить полученную дробь, и результатом будет число 74,25. Кроме числовых выражений, вам предстоит выполнить задания с алгебраическими выражениями, которые нуждаются в упрощении. Хотя вы можете сразу подставить значения переменных в исходное выражение. Итак, рассмотрим данное задание. Первым действием упростим алгебраическое выражение, выполнив вычитание рациональной дроби и целого выражения. Приведем к общему знаменателю и выполним действие в числителе. Таким образом, исходное выражение будет преобразовано в рациональную дробь 4у деленная на х. После подстановки значений переменных и упрощения получаем ответ 20. Итак, кроме числовых выражений, упрощения алгебраических выражений, также на сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрим решение уравнений. Помним, что вам могут встретиться различные уравнения, линейные, квадратные, дробно-рациональные, содержащие переменную под знаком корня, уравнение n-ой степени. Примером таких заданий могут являться решить уравнение или решить уравнение, и если корней несколько, то запишите в ответ без пробелов в порядке возрастания. Итак, задание номер 9. Решить уравнение. Перед нами линейное уравнение. Решаем его способом переноса слагаемых, содержащих переменную х слева, слагаемые без х справа. Упрощаем полученные выражения слева и справа, и в ответ записываем найденный корень единицу. Если уравнение квадратное, то вы его можете решать как с помощью дискриминанта, так и способом разложения на множители. Обратите внимание на условие. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответ запишите меньшее из корней. Решая данное уравнение, в ответе вы получаете два корня – 0 и 5. Меньшее из корней равен 0. Значит, в ответ и в бланк ответов мы записываем только 0. Примером более сложных заданий из блока уравнения могут являться следующее. Задание номер 21. Решить уравнение. Данное уравнение третьей степени, и его также можно решить способом разложения на множители. Сгруппируем слагаемые в левой части, вынесем в первой группе за скобки общий множитель х, а во второй множитель 5. Как видно, есть общий множитель х квадрат минус 9. Вынесем его за скобки и воспользуемся свойством, когда произведение равно нулю. Приравняв каждый множитель к нулю, найдем три корня 3, минус 3 и минус 5. Поскольку это задание с открытым ответом, то в ответ следует записать все три найденных числа. Другим примером могут являться уравнения четвертой степени. Можно обратить внимание, что в условии есть повторяющаяся группа. Введем новую переменную. Пусть сумма х и 2, взятая во вторую степень, обозначена новой переменной m. m больше либо равно нуля. Тогда уравнение примет вид m квадрат минус 4m минус 5 равно нулю. Перед нами полное квадратное уравнение, которое может быть решено как с помощью дискриминанта, так и с использованием обратной теоремы Виета. Рассмотрим решение данного уравнения с помощью дискриминанта. Найдем дискриминант и найдем значения m1 и m2 по известной вам формуле. На значение переменной m было наложено условие. Она должна быть неотрицательна. m1 удовлетворяет этому условию, а m2 не удовлетворяет. Следовательно, возвращаясь к обратной подстановке, будет рассмотрено только одно равенство. х плюс 2 в квадрате равно 5. Нахождение переменной х дальше может быть по желанию выполнено различными способами. Применим формулу сокращенного умножения квадрат двучлена и преобразуем данное равенство в следующее уравнение. х квадрат плюс 4х минус 1 равно 0. Выполняя решение по известному нам алгоритму, находим значения х1 и х2 корни исходного уравнения четвертой степени. Здесь вам необходимо вспомнить действия с корнями, преобразование выражений, имеющих общий множитель, и сокращение дробей. Итак, ответом исходного уравнения являются два числа минус 2 плюс корень из 5 и минус 2 минус корень из 5. Кроме уравнений, и в первой, и во второй части вам могут встретиться неравенства. Неравенство подразумевают как сравнение величин, задание аналогичное номеру 7 из контрольно-измерительных материалов экзамена. На координатной прямой отмечены числа А и Б. В ответе укажите номер правильного варианта. Какое из приведенных утверждений неверно? Давайте разберем каждое из предложенных утверждений. Произведение числа А на квадрат числа Б больше нуля. Как видно на рисунке, число А отрицательное, число Б положительное. Положительное число в квадрате положительно. Произведение отрицательного числа и положительного меньше нуля. Следовательно, первое утверждение неверно. Казалось бы, можно сразу записать ответ, однако необходимо бегло проверить и все остальные. Разность числа В и А больше нуля. Поскольку число А отрицательное, то вычитая отрицательное число, мы получаем положительное. Значит, утверждение В минус А больше нуля. Верно. Произведение чисел А и В отрицательно. Да, это верно. А отрицательно, В положительно. Сумма чисел А и В меньше нуля. Модуль числа А больше, чем модуль числа В. Следовательно, их сумма отрицательна. Итак, только первое утверждение неверно. В ответ записываем 1. Примером задачи номер 5 из контрольно-измерительных материалов могут быть следующие задания. Укажите неравенство, решением которого является любое число. Перед нами 4 квадратичных неравенства. Каждая из них содержит переменную х в квадрате. Но только одно является правильным. Это задание под цифрой 2. Почему? Значение любой переменной в квадрате положительно. Плюс 56 мы получаем число больше 56. А нас спрашивают, что больше нуля. Поэтому ответом будет только неравенство под номером 2. Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке. Здесь предполагается проверка навыка умения решать квадратичные неравенства. Способами решения квадратичных неравенств мы получаем правильный ответ под номером 3. Линейные неравенства. Для решения линейных неравенств вам нужно преобразовать левую часть выражения, раскрыть скобки, обращая внимание, что перед ними стоит отрицательный множитель, перенести слагаемые с х влево, слагаемые без х вправо, привести подобные слагаемые слева и справа и получить ответ х больше либо равный единице. Ответом на данное неравенство будет промежуток от единицы, включая левый конец промежутка, до плюс бесконечности. Неравенства, которые не являются линейными, могут быть решены различными способами. На этом слайде вы видите графический способ решения. Для этого левую часть неравенства представляем в виде функции. Это квадратичная функция, график которой парабола. Ветви направлены вверх. Для изображения эскиза графика вам потребуются точки пересечения графика с осью абсцисс. Обращаю внимание, что это всего лишь эскиз графика, а не точное его изображение. Поэтому данных точек достаточно. Часть графика, лежащая выше оси х, соответствует значениям переменной от минус бесконечности до 2 и от 2 третьих до плюс бесконечности. Данные значения переменной и являются ответом. Также может возникнуть необходимость решить неравенство, не являющееся квадратичным. В данном случае это неравенство третьей степени. К нему легче применить метод интервалов. Для этого также вам необходимо представить левую часть в виде функции. Найти нули функции. Это числа минус 7, минус 1 и 4. Отметить их на числовом луче. Изобразить интервалы, на которые разбивается вся числовая прямая. Отметить знаки на интервалах и выбрать нужный. Наше неравенство сравнивается с нулем. Меньше нуля функция на промежутках от минус бесконечности до 7 и от минус 1 до 4, что и записано в ответе. Также с помощью метода интервалов можно решать дробно-рациональные неравенства. По-прежнему необходимо найти нули левой части, а также исключить точки, в которых знаменатель равен нулю. Отмечаем их на числовой оси, расставляем знаки на промежутках и выбираем нужный промежуток, записывая его в ответ. Итак, на сегодняшнем уроке мы с вами повторили алгебраические выражения, действия с числами и величинами, уравнения, решения линейных уравнений, квадратных уравнений, а также рассмотрели некоторые способы решения уравнений более высокой степени. Неравенства, линейные неравенства, способы решения неравенств, не являющиеся линейными. И рассмотрели примеры решения заданий с 1 по 5, 6, 7, 9, 13 и 21. Домашнее задание. Вы можете найти задание из рассмотренных разделов на сайте ФИПИ. При отсутствии такой возможности я вам предлагаю выполнить номера из учебника Макарычева, алгебра 9, номер 31АВ, номер 118А, номер 276А. На этом наш урок закончен. До свидания. Удачи вам. И снова здравствуйте, уважаемые 11-классники. Сегодня мы с вами продолжим подготовку к единому государственному экзамену по математике и остановимся на разборе заданий под номером 5, 9 и 12 из профильного уровня. Начнем с задачи номер 5. Задание номер 5 формулируется как решить уравнение. И уравнение, соответственно, может быть различного типа. То есть это может быть обычное линейное уравнение, уравнение квадратное или сводимое к квадратному, дробно-рациональное, иррациональное, показательное или логарифмическое. Помимо этого формулировка заданий может отличаться. То есть сама задача может быть постановленным следующим образом. Найти корни уравнения, и если это уравнение имеет более одного решения, то в ответ выписать тот, который удовлетворяет определенным условиям. То есть прежде всего при задании номер 5 вы должны очень внимательно прочесть условия и ответить именно на поставленный вопрос. Давайте с вами разберем несколько примеров. Рассмотрим уравнение такого вида. х-10 в квадрате равно х-4 в квадрате. Уравнение совершенно простое, и способов решения несколько. Вы можете выбрать любой, который вам более удобен. Ну вот я здесь сейчас просто возведу в квадрат слева и справа, применяя формулу квадрат разности и квадрат суммы двух выражений. Что мы получим? х квадрат минус 20х плюс 100, это х квадрат плюс 8х и плюс 16. После этого необходимо перенести все в левую сторону. Значит, напоминаю, что при переносе компонент вы знак будете изменять и привести подобные слагаемые. Но х квадрат и минус х квадрат у вас взаимно уничтожатся. Ну а теперь минус 20х и минус 8х, это минус 28х, 100 и минус 16. Вычитаем. Ну это будет 84. Получили линейное уравнение с одним неизвестным. Решаем его. Минус 28х, это минус 84, откуда х, это минус 84 разделить на минус 28. Результат у вас будет положительным, и он у вас будет равен 3. Это ответ вашей задачи. То есть вот это число вы выписываете в бланк ответов. Рассмотрим теперь уравнение дробно-рациональное. Вот такого вот вида. Но постановка задачи уже будет иная. Помимо того, что вам необходимо будет решить это уравнение, в ответ вам нужно будет выписать наибольший корень этого уравнения, если этих корней больше, чем 1. Но сначала уравнение нужно решить. Как можно рассуждать? Рассуждать можно по-разному. Или как классическая дробно-рациональная с переносом в левую часть и приведением к общему знаменателю. Либо же можно воспользоваться методикой 6 класса. Как именно? Заменить правую часть дробью со знаменателем 1. Тогда вы получаете пропорцию. И применяя основное свойство пропорции, получаете вот такое уравнение. Но изначально уравнение было дробно-рациональное. Значит, нужно потребовать, чтобы ваш х был отличен от 2. Поскольку на 0 делить нельзя. Раскрываем скобки. Все переносим в одну сторону. Приводим подобные слагаемые. Значит, будет х квадрат минус 2х минус 6х. Это минус 8х плюс 15 равно 0. Получили квадратное уравнение. Решать можно по-разному. Можно посчитать дискриминант, применить формулу корней. Можно применить теорему обратную к теореме Виета. А можно вообще корни подобрать. Поскольку квадратное уравнение у вас будет всегда иметь, при положительном, конечно, дискриминанте, 2 корня. Какие корни будут у этого уравнения? Ну, это 3 и 5. Проверим. Можно подстановкой проверить, можно проверить выполнение условий из теоремы обратной к теореме Виета. Смотрим на ваши ограничения. Тройка и пятерка являются корнями. А вот теперь отвечаем на вопрос задачи. Вас просили найти наибольший корень уравнения из чисел 3 и 5. Нужно выбрать наибольшее. Это число 5. И в ответ, в бланк ответов, вы выписываете 5. Рассмотрим теперь уравнение другого типа, а именно иррациональное. Уравнение будет такое. Корень минус 72 минус 17х равно минус х. В этой задаче, помимо решения самого уравнения, от вас просят найти наименьший корень, если этих корней больше, чем 1. Иррациональное уравнение может решаться по-разному. Но проще всего, в данном случае, возвести обе части в квадрат, а потом просто сделать проверку, чтобы не выписывать ОДЗ уравнение или же вообще не выписывать систему с условиями-ограничениями. Возводим в квадрат. Слева получим минус 72 минус 17х. Справа минус х в квадрате, это х в квадрате. Все перенесем в одну сторону. Х в квадрате плюс 17х плюс 72 равно нулю. Находим корни. Опять же, или дискриминант, или любой другой подход. Корнями здесь будут числа 8 и 9 со знаком минус. Можно всегда проверить, то есть чем легко решать уравнение. Когда вы находите корень, всегда можно проверить, то вы нашли или нет. Подставьте в изначальное уравнение и проверьте, обратится ли оно в верное числовое равенство. Уравнение вы решили. При подстановке вы получите верное числовое неравенство, то есть оно у вас будет иметь два корня, но это не ответ на ваш вопрос. Вас просили найти корень наименьший. Из чисел минус 8 и минус 9 выбираем число наименьшее. Это число минус 9. И выписываем его в бланк ответов. Теперь мы с вами рассмотрим задание под номером 9. Задание под номером 9 формулируется как найти значение выражения или вычислить при каких-то условиях. Итак, переходим с вами к решению задания под номером 9. Значит, простые случаи, где нужно просто найти значение выражения числового, я рассматривать не буду. А рассмотрим мы с вами несколько примеров условных, значит, условных, когда из одного условия нужно получить значение выражения. Итак, первое задание. Известно, что логарифт по основанию а числа b это минус 2. Вас просят найти значение вот такого вот выражения. Что для этого необходимо? Для этого необходимо, конечно, знать свойство логарифмов. Выполним преобразование этого выражения. Логарифт произведения сумма логарифмов, значит, можно записать следующее. Логарифт по основанию а от а в квадрате плюс логарифт по основанию а от b в кубе равно. Теперь очередное свойство логарифмов. Показатели выносятся вперед. Это будет 2 логарифма по основанию а числа а плюс 3 логарифма по основанию а числа b. Все. Дальше осталось просто посчитать. По определению вот этой единицы. А теперь смотрим, чему у вас равен логарифт по основанию а числа b. Это минус 2. Получаем 2 минус 6. Это будет минус 4. Теперь рассмотрим следующее задание, где у вас уже будут фигурировать тригонометрические функции. Итак, вас просят найти тангенс альфа. Если известно, что 3 синус альфа минус 5 косинус альфа плюс 2 деленное на синус альфа плюс 3 косинус альфа плюс 6, это 1 треть. Как поступать здесь? Ну, для того, чтобы найти тангенс, нужно, конечно, желательно бы, конечно, знать значения синуса и косинуса. Что я буду делать? Я посмотрю вот на это условие, как на пропорцию и применю со мной свойства. Получим синус альфа плюс 3 косинус альфа плюс 6 равно умножаем 9 синус альфа минус 15 косинус альфа плюс 6. Что дальше? Во-первых, 6 слева, 6 справа, они у вас переносят взаимную уничтожность. Их сразу уберу. Теперь я сейчас буду хруппировать с одной стороны выражения, которые содержат синус альфа, с другой стороны те, которые содержат косинус альфа. Получим следующее. Синус альфа минус 9 синус альфа равно минус 3 косинус альфа, минус 15 косинус альфа. Все, приводим подобные вправо и в левой части. Минус 8 синус альфа равно минус 18 косинус альфа. Ну а теперь дальше, что можно получить уже вот из этого условия? Что такое тангенс? Тангенс – это синус, деленный на косинус. Я разделю в этом равенстве обе части на косинус альфа. Что получим? Минус 8 слева у вас осталось. Синус альфа поделить на косинус альфа тангенс альфа. Справа, соответственно, остается минус 18. Выражаем тангенс альфа. Это 18 восьмых. Ну, можно сократить на двойку. Будет 9 четвертых. Выделяем целую часть. Это 2,14. И не забываем это записать в виде десятичной дроби. Это будет 2,25. Таких примеров на самом деле можно рассматривать очень много. Большую базу подобных заданий для тренировки вы сможете найти на сайте решу.ег в разделе математика профильного уровня. И сейчас мы с вами перейдем к решению задания номер 12. Точнее, к одному из прототипов этого задания. Если с нахождением экстремумов и точек экстремума у вас дела в школе обстоят очень даже хорошо, то задача на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции у вас почему-то вызывает затруднения. Давайте рассмотрим ряд таких задач. Итак, рассмотрим следующее задание. Вам нужно найти наибольшее значение функции f от x равно 3x квадрат минус 2x кубе на отрезке минус 1, 2. Причем возникают сложности при решении такой задачи. Очень многие из вас почему-то путают задачу нахождения наибольшего и наименьшего значения с задачами нахождения экстремума. Если вы откроете учебник, то там есть теорема, которая называется теоремой Миштрасса. И звучит она следующим образом, что любая непрерывная функция на отрезке всегда будет достигать своего наибольшего значения и наименьшего. То есть всегда. Этого нельзя сказать об экстремумах. То есть о чем идет речь. Вот смотрите внимательно. Вот я рассмотрю отрезочек AB и функцию на этом отрезке. Предположим, она будет выглядеть следующим образом. Смотрите, что будет происходить по картинке. Вот эти точки у вас являются экстремальными. Но это не означает, что в них функция достигает своего наибольшего или наименьшего значения. Обратите внимание. Да, это точка максимума, но наибольшее значение будет достигаться в правом конце. То есть при значении х равном b. Это точка минимума. В этом случае, да, наименьшее значение функции будет достигаться в экстремальной точке. То есть на основании вот этого можно сформулировать очень простой алгоритм решения задач подобного класса. Значит, что вы должны прежде всего сделать? Вы должны выписать область определения, проверить, входит ли ваш отрезок в эту область определения. Далее нужно найти критические точки функции. Это те точки, в которых ваша производная либо не существует, либо равна нулю, и они при этом являются внутренними точками области определения. И далее просто в найденных точках определить значение функций и выбрать там наибольшее и наименьшее значение. Давайте посмотрим, как это реализовывается. Область определения функций. Множество действительных чисел. Все хорошо, наш отрезок входит. Находим критические точки. Для этого необходимо взять производную вот этой функции. Ну, по правилам, это будет 3 умножить на производную текса в квадрате. Это 2х, это 6х, минус, а здесь будет 6х квадрат. В производную мы зашли. Теперь достаточно найти критические точки. Для этого мы должны решить вот такое уравнение. f' от x равно нулю. Получаете вы неполное квадратное уравнение. На 6 я разделю обе части и вынесу их за скобки. Значит, отсюда x равен нулю или x равен единице. Далее смотрим. Обе критических точки у вас принадлежат вашему отрезку. Значит, дальше я буду находить значение функции на одинных критических точках. То есть в точке 0, в точке 1 и обязательно на концах отрезка. Это в точке минус 1 и в точке 2. Ну, как найти значение функции, я думаю, всем понятно. Нужно просто выполнить подстановку, формулу и все. Значение функции в точке 0. Это 0 в единичке. Это 3, вычесть 2. Это 1 в минус единичке. 3 умножить на 1. Это 3. Теперь минус 1 в кубе. Это минус 1 и умножить на минус 2. Плюс 2. Это 5. И значение в точке 2. Это будет 3 умноженное на 4. И минус 2 умноженное на 2 в кубе. Это 8. Соответственно, 3 х 4 – 12. Минус 2 х 8 – 16. Это минус 4. Вас просили найти наибольшее значение. Смотрим, какое из полученных чисел у вас самое большое. Это число 5. И вот это значение вы выписываете в бланк ответов. Обратите внимание, что наибольшее значение вашей функции у вас достиглось именно в конце отрезка, а не в критической точке. То есть, если бы вы находили значение функции только в найденных критических точках, вы бы задание это решили неверно. Давайте рассмотрим еще один пример. Функция будет такая. Тоже нужно будет найти наибольшее значение для функции. х квадрат плюс 25, знаменатель х, на отрезке минус 10, минус 1. Проделываем те же самые шаги. Область определения. Но тут вся числовая прямая, кроме числа 0. Ваш отрезок входит в область определения. Нужно взять производную от такой функции. Можно делать по-разному. Кто хочет, берет производную дроби, но лучше схитрить. Я сначала эту функцию преобразую по правилу 6 класса. Разобьем на две дроби. Смотрите. х квадрат поделить на х. Это будет х. Теперь. Что остается? Плюс 25 деленное на х. Вот получили бы вот такую сумму. От этого взять производную намного проще. Берем производную от х единица. Вот от этого выражения, это минус 25 разделить на х квадрат. Получили саму производную. И теперь вы должны найти критические точки. Для этого производную приравниваем к нулю. То есть вам надо решить вот такое вот уравнение. Приводим к общему знаменателю. На х квадрат обе части умножаем. Получаем х квадрат минус 25 это 0. Откуда х равен 5 или же х равен минус 5. Это критические точки вашей функции. Мне нужны те, которые лежат вот на этом отрезке. Пятерка не подходит. Значит я буду рассматривать только одну точку критическую подходящую. Это минус 5. И буду делать то же самое. То есть я нахожу значение функции в найденной критической точке. И на концах отрезка. Так, минус 10. И значение в точке минус 1. Так, минус пятерка. Подставляем. Давайте сюда. 25 плюс 25 это 50. И внизу у нас с вами минус 5. Получаем минус 10. Так, теперь поставляем десятку. Числитель 125. Знаменатель у нас получается минус 10. Это получается минус 12,5. И поставляем значение минус 1. Получается в знаменателе у нас 26. Извините, в числителе 26. А в знаменателе минус 1. То есть это минус 26. Итак, вас просили найти наибольшее значение функции. Из найденных чисел выбираем наибольшее. Это будет число минус 10. Вот в этом случае действительно совпало с критической точкой. Это число вы выписываете в ответ. Ну и сейчас мы наконец-то рассмотрим третий пример, где функция уже будет более, скажем так, неприятного вида. Структура будет намного сложнее и будут присутствовать логарифмические выражения. Итак, вас просят найти наименьшее значение вот такой функции, вот на таком отрезке. Поступаем по алгоритму. Область определения. Луч от 0 до плюс бесконечности. Ваш отрезок входит в область определения. Находим производную. От 9х это 9 минус. Произвольно от натурального логарифма. Это единица, деленная на аргумент, то есть на 9х. Но вот эта функция сложная, значит, все это выражение нужно умножить на производную подлогарифмического выражения, то есть на 9х. Производная от тройки это 0. Преобразовываем. Значит, 9х у вас осталось. Теперь здесь при умножении 9х сократятся, получаем вот так. После этого находим критические точки. Приравниваем к 0. Получаем единица, деленная на х, это 9. Откуда х? Это 1 девятое. 1 девятое это 2 восемнадцатых. Ваш отрезок, число попадает. Значит, сейчас по алгоритму, опять же, мы будем с вами находить значение функции вот в этой точке, в найденной и на концах. 1 девятое. Это 9 умножить на 1 девятую, минус логарифм единицы, плюс 3. Что мы тут получаем? 1. Логарифм нейтральной единички это 0, плюс 3. Ну, получили 4. То же самое можно проделать, нужно проделать для двух оставшихся точек. Подставляем. Так, 9 восемнадцатых это 1 вторая, минус натуральный логарифм 1 второй и плюс 3. Это получается 3,5 минус натуральный логарифм 1 второй и в этой точке. То же самое делаем. Будет 9 умножить на 5 восемнадцатых, минус натуральный логарифм от 9 умножить на 5 восемнадцатых, плюс 3. Ну, сократим на 9, получается 5 вторых, а 5 вторых это 2,5. Теперь здесь минус натуральный логарифм от 5 вторых, плюс тройка. Соответственно, 5,5 минус натуральный логарифм от 2,5. Вот эти мы сложили и переписали. Вот из этих трех полученных значений нужно опять вам выбрать наименьшее. Но вообще очевидно, что этим числом будет число 4. Во-первых, можно оценить значения полученных выражений Тараса. Во-вторых, вы же понимаете, что задание под номером 12, из задания тестовой части вы выписываете ответ в бланк ответов, которые проверяются машиной. И полученный ответ на выходе является либо числом целым, либо десятичной дробью. Вот это числа далеко не десятичные дроби, я имею в виду конечные. Значит, в общем-то, можно было схитрить немножко и в концах в этом случае не считать. То есть сразу в ответ выписывать четверку. Но лучше проделать все этапы последовательно до конца и убедиться, что 4 – это ваш ответ. Надеюсь, что полученная информация вам будет полезна для подготовки к единому государственному экзамену. Я желаю вам успехов и поступить туда, куда вы хотите. Редактор субтитров А.Семкин